Субтитры создавал DimaTorzok Или изменился посредством своего друга. Как бы то ни было, ты решил изменить свою жизнь к лучшему. И вот когда ты решил измениться, первые люди, которые это замечают, это твоя семья. Они заметят, что ты уже не такой, каким был раньше. Ты уже не говоришь так, как раньше, не ведешь себя так, как раньше, не ходишь в те места, куда ходил раньше. У тебя уже другие друзья. И это неизбежно происходит, когда ты решаешь следовать Исламу полностью. Ты неизбежно потеряешь своих прежних друзей, поскольку твои друзья делали нехорошие вещи, а ты теперь уже не можешь делать эти вещи вместе с ними, и ты теряешь этих друзей. Плюс ко всему твоя семья начинает говорить, ты ведешь себя слишком странно. Молодым людям могут сказать, что это у тебя на лице? Ты что, забыл побриться? Что с тобой? Девушка начинает носить хиджаб, и ее семья может быть шокирована этим. Хотя это мусульманская семья, они могут сказать, сними это с себя. Ты пойдешь на свадьбу в этом? Я не могу сидеть с тобой в одной машине. Кто мы, по-твоему? Внезапно по тебе начинают судить о всем Исламе. Кто сделал тебя шейхом? И почему мы должны слушать тебя? Помнишь, что ты творил в прошлом году? Ты же был безбашенным тусовщиком. А теперь ты будешь делать намаз? Серьезно, что ли? Уж мы-то знаем, какой ты на самом деле. Ты не только теряешь друзей, но и от своей собственной семьи ты получаешь самое плохое обращение, сарказм и критику. И все это происходит постоянно. Они используют любую возможность, чтобы подколоть тебя. Сказать что-то о твоей бороде, о твоем намазе, о том, что ты посещаешь исламские лекции, о том, что ты отдаешь своих детей в исламскую школу или водишь их на уроки по выходным, или в отношении того, что ты ходишь на утреннюю и ночную молитву в мечеть. У них на все есть свое замечание, и эти замечания очень сильно тебя ранят. Это происходит с молодыми людьми, когда их родители запрещают им общаться с их друзьями-мусульманами. Не ходи в мечеть, не теряй свое время зря. В Аллахе я знаю случаи, когда отец одного брата узнал, что в перерыве между занятиями, а этот перерыв длился 3-4 часа, брат шел в мечеть, чтобы почитать зухар-намаз и позаниматься там вместо библиотеки, где много соблазнов. Он решил читать намаз и заниматься в мечети, чтобы огородить себя от этих грехов. И тут об этом узнал отец. Ты становишься экстремистом, сынок. А что является экстремизмом в глазах отца? То, что его сын совершает намаз в мечети. Для него это экстремизм. Субханаллах. Вы думаете, что не мусульмане враждебны к исламу? А видели ли вы, что делают мусульманские семьи по отношению к своим детям? Я лично знаю случаи, когда родители говорили, «Мы не будем оплачивать твое обучение в колледже. Мы не будем искать тебе мужа, пока ты не снимешь этот хиджаб. Ты не наша дочь, пока ты не снимешь его. Мы с тобой никуда не будем выходить». И это говорит мать. И вы знаете, что поразительно? Они заставляют тебя плохо думать о самом себе. Они говорят, что ты за дочь? Тебе должно быть стыдно за себя. Ты позоришь своих родителей. Мы мусульмане, но мы не такие мусульмане. Мы не такие мусульмане, как они. У нас в семье это не принято. Это все эти люди с мечети. Но знаете, что удивительно? Если вы посмотрите на фотографии ваших прадедушек и прабабушек, вы увидите, что у прадедушки большая борода, а лица прабабушки не видно вовсе. Так кто же придерживается семейных традиций, а кто позорит семью? Это семьи мусульман, а ты находишься в середине всего этого. И что же происходит дальше? Поскольку ты принял решение придерживаться ислама, если враг ислама придет к тебе и скажет, оставь свою религию, ты ответишь, что? Да я буду еще сильнее придерживаться ислама. Ты еще больше укрепишься в религии. Мы заводимся от этого. Мусульмане заводятся и не могут порой остановиться. Кто-то нарисует карикатуры на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и мусульмане в гневе могут сжечь чью-то машину или сломать что-то. Поскольку они действительно злятся. Мы заводимся, когда что-то задевает нашу религию. И неважно, имеет это смысл или нет. Но когда твоя семья приходит к тебе и говорит, «Послушай, я люблю тебя, я переживаю за тебя, я не хочу, чтобы ты стал таким». Это путь тех, кто бросил колледж, у которых нет будущего, нет карьеры, они ведут жалкий образ жизни. «Я не хочу, чтобы ты впал в эту крайность». Кто-то влияет на тебя. Тебе нужно избавиться от них. Они отталкивают тебя. И как ты ведешь себя в этой ситуации? Самой худшей реакцией в данном случае является гнев. И знаете что? Это самая обычная реакция. Твои родители наезжают на тебя из-за бороды, а ты молодой, горячий парень. Ты говоришь, что? Это же сунна. Вы не можете указывать мне, что делать. Вы следуете традициям, а я пытаюсь следовать исламу. И ты хлопаешь дверью перед их носом. Подожди, Аллах не требует от тебя этого. Они говорят о твоей бороде. А о чем говорил отец Ибрахима, мир ему? Он говорил о чем-то незначительном или серьезном? Иди и сделай суджуд идолом, сынок. Теряет ли он терпение? Выходит ли он из себя? Нам нужно научиться правильно вести себя с нашими родителями, даже если они пытаются сбить тебя с прямого пути. И неважно, мусульмане они или нет. Аллах Велик Он Иславен говорит нам, «А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождая их в этом мире по-доброму». То есть, подчинение им – это одно, а уважение к ним – совсем другое. Продолжение следует...